Сегодня официально началась вторая половина апреля, а вчера была ровно половина весны. Вот с таких позитивных цифр мы начинаем сегодняшний выпуск. Всем здравствуйте! Всем прекрасного, прекрасного начала трудовой недели. В эфире программа «Новый день» и с вами мои ведущие Яна Попова и Иван Камельков. На календаре 16 апреля и мы начинаем тема нашего популярнейшего, непростого выпуска «Готовь сани летом». Популярнейшего, про Ваня говорит. Действительно, тема будет сегодня обсуждаться популярная. И вообще под названием «Готовь сани летом» можно обсуждать все, что угодно. Но мы решили обсудить, как Ваня уже сказал, популярнейшее и актуальное, ведь скоро лето. И поэтому мы будем говорить сегодня об организации летнего отдыха детского, взрослого и семейного. К нам в гости придет Павел Запорожский, представитель корпорации «Порт». А что это такая за корпорация, чем она занимается, какую узкую тему она ведет в своей деятельности, мы узнаем у нашего гостя. А пока сохраним небольшую интригу и продолжим говорить на интересную тему. Да, продолжим говорить об отдыхе, ведь даже слово «выходные» не так ласкает слов, как слова «отпуск» и «каникулы», особенно если этот отпуск заслуженный и оплачиваемый. Ну и сейчас мы переходим потихоньку к Нике Кондратьевой. Кстати, она мне по секрету в гримёрке сказала, что сегодня будет очень интересный выпуск рубрики «На единёк», потому что она опять вычитала какие-то горячие классные факты в старой ангарской прессе. И не просто в старой ангарской прессе, эти статьи были напечатаны в газетах именно 16 апреля, много-много лет назад. В общем, переходим к горячим фактам. Да. Всем привет! Какое ужасное слово «штраф». Согласны? Думаю, что никто не радуется тому, когда его штрафуют. Как ни крути, все мы нарушаем и получаем наказание в виде взыскания наших денежных средств. Собственно, к чему речь о штрафах? Дело в том, что, открыв газету от 16 апреля 1990 года, я увидела статью, в которой говорится о неких штрафах. Точнее, о конкретных. Вот, смотрите сами. Велики ли размеры платы за каждое срубленное или повреждённое дерево до степени прекращения роста? Здесь прямая зависимость от диаметра ствола и сортности дерева или куста. Например, если диаметром 12 см, то штраф в размере 11 рублей. Диаметром 48 см – 157 рублей. А далее за каждый сантиметр диаметра сверх 52 см прибавляется по 9 рублей к штрафу. Ну что скажете, действительно нужный штраф или ерунда? Всегда что-то нарушаем и рассчитываем, что мы одни такие, и никто больше так не делает. Ведь есть такое, да? Возможно, каждый второй так подумав, струбил деревце и оп, нет леса. Продолжая говорить о страшном слове «штраф», хочется рассказать ещё об одной статье, которую написала жительница Ангарска и предложила штрафовать экономщиков времени. Экономить время нужно уметь. Допустим, от магазина «Детский мир» до магазина «Рассвет» в 178-м квартале идти 60 секунд. Это по асфальту. А если напрямик через газон, то 50 секунд. И это экономия? И словом ведь не остановить и не запретить людям ходить по газону. Есть выход – штраф с квитанцией. Сказала, как отрезала. Ладно, что-то я сегодня замучила вас уже этими статьями о штрафах. Расскажу об интересном событии, произошедшем в 88-м году. Заполняя разное количество билетов, попробовал разные сочетания цифр. На пятый тираж лотереи 5 из 36 решил заполнить 1200 билетов. Три билета угадали по пять номеров, и выигрыш был максимальный – 10 тысяч рублей. Ещё 80 билетов принесли мелкий выигрыш. В общей сумме выиграл 21 тысячу рублей. Вот вам и, пожалуйста, не только о штрафах и платежах говорить. Единственное, меня смутило, что мужчина, выигравший денежный приз, заполнил 1200 билетов. Ничего себе фанатизм! Представляете, сколько до этого он потратил денег? В общем, делаем так. Не нарушайте законы и правила, тогда никто вас не оштрафует. Но это не точно. Договорились? Всем до завтра. И помните, я слежу за вами. Пока-пока. Всем привет! Чтобы это не было грустно, но вот и прошёл один месяц лета. А некоторые ещё до сих пор сидят за компами и ноют, как же они ужасно проводят лето. И я решила, что это нужно срочно исправлять. И сегодня я хочу рассказать вам несколько способов, как круто провести время, когда вам скучно. Самое крутое для этих способов – вам не нужно ехать куда-то на море или тратить кучу денег. Даже если все ваши друзья разъехались куда-то, а вы остались в городе, то сейчас я помогу вам. Итак, чем заняться летом? Поехали! Я думаю, что все из вас знают игру Твистер. Но почему-то многие считают эту игру детской и неинтересной. А зря, это очень крутой способ весело провести время летом. Даже если к лету похудеть не удалось, то самое время начинать худеть к Новому году. Если вам кажется, что спорт – это скучно, значит вы просто занимаетесь этим спортом. Сейчас есть куча альтернатив обычному бегу, и в интернете вы можете найти множество разных интересных тренировок. Пробуй что-то новое. Мне кажется, я говорю это каждое лето, но да, я снова пытаюсь научиться кататься на скейте. Заведи свой блог. Лето – это идеальное время, чтобы начать свой канал, потому что у тебя много свободного времени и есть возможность снимать видео на улице. Кстати, я начала вести свой канал как раз летом. А свой программы для монтажа, фотошоп и начинай снимать. Вот и все, я надеюсь, что тебе понравилось это видео. Если это так, то не забудь поставить палец вверх и подписаться на мой канал. Увидимся в новом видео и пока! Вот такое вот летнее, я бы даже сказала, ободряющее видео появилось на просторах интернета и собрало почти полторы тысячи просмотров. Девушка-паника пользователя HelloPoly, молодая девчонка, советует своим сверстникам, как весело провести лето, если вы остались в городе. Кстати, это видео было бы очень популярным для меня, наверное, в годы подростковой, потому что… 16? Ну, нет, я помладше, потому что в лагеря я никогда не ездила ни разу. Как ты упустила! Ни разу, представляешь? Бабушки в деревню ездить не любила я. И приходилось оставаться летом в городе, либо сидеть на лавочке с малышней, либо ездить со старшими братьями отдыхать на Байкал с их взрослыми друзьями. И всегда мне там было весело, потому что сверстников не было. И вот, в общем, такое лето у меня каждый год проходило. Слушай, как я тебя понимаю. А мое лето по-другому проходило. Мне постоянно родители отдавали какие-то там, не знаю, на площадку, как раньше говорили. И мне там было так неинтересно. Я не любил играть в эти игры. Там постоянно дети какой-то ерундой занимались. Не знаю, то ли я был переростком, то ли мне это просто не нравилось. В общем, ну, лагеря, конечно, но я там в лагеря ездил. Кстати, вот, знаешь, модернизировались годами, наверное, вот эти, как ты говоришь, детские площадки. По-другому они называются лагеря дневного пребывания. В основном при школах, где мы учились. Учимся или учились в учебный год. Для моих родителей это было неплохой альтернативой, потому что меня тоже отдавали пару раз на эти детские площадки, чтобы я не болталась без дела, потому что лагеря и не ездила, возможности не было. И, кстати говоря, в такие детские площадки лагеря дневного пребывания собирают за лето около полутора тысяч человек. Я предлагаю подробнее рассказать о них, что там делают ребятишки. Да, действительно, эта тема стала популярной, в том числе в нашем городе. Что ждет ребятишек в этих летних дневных лагерях? Там школьников ждет, во-первых, трехразовое питание, раз, спортивные игры, какие-то досуговые мероприятия. Там же они находят настоящих друзей, играют всем известные, не знаю, игры. Ты играла в цепи цепикованные? Конечно. Там, не знаю, съедобные, несъедобные. Какие еще есть? СБЖ. Как СБЖ, это что? А, сапожок какой-то еще есть? Девочки играли в СБЖ постоянно, мячки ловили. Как тебя зовут? Не знаю, есть еще игра такая, третий лишний, к примеру. Слепой кодом много. У нас было игр «Девять камушков», я любила казаки, разбойники и так далее. Наверное, все-таки эти старые добрые игры, если отобрать у детей телефон, все вернутся во дворы, я думаю. Да, еще действительно, каждый из них большую часть времени проводит на свежем воздухе, в компании друзей, играя в спортивные игры, на школьных стадионах. Для них, не знаю, всегда какие-то создаются открытые программы, творческие коллективы города постоянно приезжают в летние дневные лагеря и организовывают им какие-то культурные программы. Театры приезжают. В общем, друзья в Ангарске, детей есть чем занять, есть куда направить. Да, в этих лагерях дневного пребывания, если сказать поточнее, то ребятишки, я тоже ходила, ходят в бассейн летом, чтобы не купаться в Китое, который не оборудован под это водохранку, тоже они все любят. Водохранилище Иловское. Поэтому ходят в бассейн, ходят в кино, смотрят постановки кочующих, так скажем, театральных труп наших местных. Чем еще занимаются? Спортивные соревнования, творческие, как Ваня уже сказала, соревнования. В общем, много чего проходит на этих площадках, мастер-классы всевозможные. Подключаются активно филиалы центральной библиотечной системы города Ангарска, там проходят викторины, полезные чтения, которые готовят ребятишек к новому учебному году, в том числе отдых отдыхом, а к старшему классу, на год же дети все-таки переходят, нужно готовиться. Подготавливаемся все лето, друзья. Ну, помимо этого, в задачу летней площадки входят не только спортивные развлечения, культурные какие-то, образовательные программы, но и также здесь происходит оздоровление детей. По многим направлениям здесь, не знаю, у них есть возможность попробовать какие-то кислородные коктейли, я не знаю, следить за своим рационом питания. За сезон на таких площадках, как Яна уже сказала, отдыхают больше полутора тысяч человек. Да, это немало, вообще около двух получается. Ну, вот мы вам озвучили еще один способ, как можно отдохнуть, еще один, потому что до этого Хеллоу Поли, пользователь, которая полтора миллиона просмотров набрала, рассказал, как отдохнуть в городе. И мы рассказали, как отдохнуть в городе, в лагерях дневного пребывания. Ну, а сейчас немного информации для взрослых наших телезрителей. Впереди будет рубрика «Новый день с World Class». Берем себя в руки и делаем физические упражнения. Смотрим. Здравствуйте, меня зовут Шиповалова Алена, я инструктор водных программ бассейна World Class Angars. Сегодня я вам расскажу про раннее грудничковое плавание и покажу пример одного ребенка раннего возраста. Это от полутора до трех лет. Все наши инструкторы постоянно обучаются, сертифицированы и владеют множеством методик. Но для формата нашего клуба мы выбрали единственный возможный вариант обучения деток плаванию. Это обучение без слез. Сегодня будет ребенок возраста год и 10 месяцев. Занимается она на протяжении 5 месяцев. То есть ее рефлекс задержки дыхания уже полностью угас. И мы его заново вырастили. Сейчас вы увидите, что возможно за 5 месяцев в нашем клубе. Начнем мы с любимого катиного элемента – проныривания в обруче. В обучении мы активно используем игрушки. Поскольку это доставляет детям удовольствие и позволяет из урока сделать игру. Детки без особого энтузиазма используют оборудование для плавания. Для того, чтобы подготовить ребенка к самостоятельному плаванию, оно нужно. Поэтому мы вводим оборудование в игровом формате. Вы увидели лишь небольшую часть элементов, которые умеет делать Катя. Я думаю, вы заметили, с каким удовольствием она это делает. Приводите своих ребятишек и ваши детки будут плавать с таким-то удовольствием, с таким-то улыбками и смехом. Слава богу, в нашей Иркутской области, в Ангарске, расположено очень много также здоровительных летних лагерей, которые находятся в лесном массиве и которые находятся за городом. Тоже можно отправить своих чат, получать какие-то, не знаю, навыки творческие, спортивные и так далее. Порцию свежего воздуха. Порцию свежего воздуха, соснового, соснового бару, березового роща. Ну а если вы хотите эту путевку получить льготно, то начинать нужно было еще с января, потому что в апреле есть риск, что вы можете получить путевку по остаточному принципу, либо вовсе не получить. Кстати, за льготными путевками все обычно обращаются в комплексный центр социального обслуживания Веста, который находится в 189 квартале. За 20% от стоимости путевки смогут отдохнуть дети работающих родителей. Что касается ребят из многодетных, малообеспеченных семей и сирот, находящихся под опекой, путевки достанутся абсолютно бесплатно. Уже в январе специалисты приняли больше полутора тысяч заявок, друзья. Огромные очереди в социальном центре начали выстраиваться еще 9 января. Вот так вот. Сразу после каникулы родители. Да, это о чем говорит? О чем говорит? Это, наверное, самый популярный вид отдыха. Этим летом, согласно данным центра Веста, дети отдохнут в Шелиховском районе, где есть такие лагеря, как Солнечный металлург. В Усольском районе это Юность и Хвойны. Санаторий Жемчужина Сибири в Слюдянке. Ангара в Иркутске. Кроме этого есть и палаточные лагеря, которые, кстати, пользуются популярностью в основном на Байкале. И языковые лагеря есть, опять же. Круто. Какое многообразие и огромная палитра для наших детей. Да. Любой каприз за ваши деньги или за ваши старания, если хотите льготную путевку. Кстати говоря, вернемся немножко к статистике. В 2017 году для участия в программе отдыха и оздоровления ангарчане подали больше 4 тысяч заявок. Но, к сожалению, полторы тысячи из них не попали в эти лагеря. Но в этом году прием документов ведется в том числе и на отдаленных территориях нашего округа. Это что касается льготного отдыха в лагерях. Если у кого-то есть возможность, желание и нет возможности получить льготную путевку, если вы не подходите под эту категорию, можно купить путевки по полной стоимости в знаменитые ангарские лагеря, которые хвалят повсеместные родители и дети, что там круто, что там хороший отдых, хорошая активная деятельность у ребятишек. Но такие путевки обойдутся около примерно... 30 тысяч рублей. Ну, это в прошлом году было, в этом не знаю, дороже нет, но около 30 тысяч рублей. И это не говоря уже о лагерях мечты, таких как Крымский Антек, Кубанский Орленок, Приморский Океан. Путевки туда обойдутся в три раза дороже, около 90 тысяч рублей. Слушай, а я был в одном из таком лагерей. Это лагерь в Приморском, Владивосток. Лагерь Океан, всем известный, знаменитый. Крутое место еще. До сих пор сохранились те эмоции, которые там мне... В каком возрасте? 2006 год, 16 лет. Везло тебе. Да, самая старшая смена. Смена называлась «Открытый урок». Туда собирались будущие преподаватели, учителя и так далее. Да, кстати, смен-то много в этих лагерях? Очень много. Вот к чему я заговорил об этом лагере. В качестве утешения, кстати говоря, в позапрошлом году наше Министерство по молодежной политике Иркутской области выделяло путевки бесплатные в эти лагеря. Трое наших ребят за блестящие спортивные успехи получили их в виде приятных бонусов. Каждая из 13 смен, например, в Артеке это смена тематической литературы, экологии, служу России, театр, СМИ, спорт, танцы, вокалы, другие. Сказать об этих лагерях, что там круто, это значит ничего не сказать, потому что там просто великолепно. Дети приезжают абсолютно другими людьми, уже с набором определенных качеств, лидерских качеств. Получается, знания получают. Ну а сейчас пришло время подкрепиться, посмотреть рецепт полезного блюда в рубрике «Будь в форме». Сегодня вы получите ответ на вопрос, что можно есть после шести. Прежде всего забудьте миф о том, что от любой еды на ночь вы непременно поправитесь. Истина состоит лишь в том, что за день вам нужно потратить больше энергии, чем вы потребили. Последний прием пищи должен быть за 2 часа перед отходом ко сну. А сегодня мы приготовим роллы с тунцом и понадобится нам для этого всего лишь 10 минут. Для начала чистим лук и чеснок и нарезаем овощи кубиками. Овощи богаты клетчаткой, что улучшает пищеварение и дает чувство сытости. Для аромата обжарим лук и чеснок. Лук и овощи готовы. А теперь смешаем все ингредиенты. Обратите внимание, что тунец должен быть в собственном соку. В 100 граммах тунца содержится 23 грамма белка и почти полностью отсутствуют углеводы, поэтому это отличный продукт для ужина. Начинка готова, а заворачивать ее мы будем в рисовую бумагу. опустите лист в горячую воду на 10-15 секунд. Начинку кладем в центр и аккуратно заворачиваем наш ролл. не стоит голодать в погоне за идеальной фигурой. Питайтесь правильно, занимайтесь спортом и будьте в форме. 16 апреля близкие друзья и коллеги спешат поздравить с днем рождения Максима Забнина, прекрасного сотрудника, хорошего друга, любящего мужа и отца, готового в любое время дня и ночи прийти на помощь. А еще в этот понедельник свой день рождения отмечает известная ангарская бизнесвумен Любовь Александровна Зайцева. Ее фирма «Лактовит», далеко известная за пределами Иркутской области, совсем скоро отметит свой четвертьвековой юбилей. Любовь Александровна, поздравляем вас с этими торжествами. А мы с Яной еще поговорили не о всех видах отдыха. К примеру, пришло время поднять вопрос, конечно же, о семейном отдыхе. Не просто семейном, а отдыхе за границей вместе с семьей. В прошлом году, летом, в китайском городе Манчжурия открылся уникальный парк русской культуры «Матрешка». Символом парка, как и самого, собственно говоря, русского города в Китае, стал огромный отель в виде нашей русской матрешки, которая уже вошла, кстати говоря, в книгу рекордов Гиннеса, как самая большая матрешка в мире, высотой 72 метра и номерным фондом 450 номеров класса «Люкс». Вот так вот, большое сооружение. Уже сейчас парк предлагает оформить путевки по привлекательной цене, ведь уже совсем скоро, с 28 мая по 1 июня, назначено грандиозное открытие и предлагают семьям, группам, ребятишкам приехать туда и хорошенько отдохнуть. Слушай, я волей-неволей хочу туда попасть. Наконец-то к нам присоединился гость, это Павел Запорожский, представитель корпорации «Порт» в Иркутской области. Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, когда состоялось открытие вот этого красивого парка Здоровского? В прошлом году, в середине, в десятых числах июня мы сделали стартовый проект уже открытия парка, а 5 июля состоялось официальное открытие парка «Матрешки», который находится в Маньчжури. То есть, получается, вот этим летом уже будет год ей? Да, будет год уже, да. Ну, открыли немного раньше, делали пока пилотные проекты, пока какие-то были пробы, старты, там, то есть и аттракционы, и фонтаны. Ну, а в прошлом году уже была генеральная репетиция открытия. Насколько рассчитана путевка вот в эту сказку? Ну, путевка рассчитана вообще, так скажем, на восьмидневное пребывание в районе 24 тысяч, то есть сюда входит и проживание, и питание в русских, монгольских, китайских ресторанах, безлимитное пользование всеми аттракционами, их около 25 штук, начиная от детских и заканчивая экстремальными, то есть все шоу-программы, цирковые программы, аквапарки, проживание в отеле 4 звезды, вот, то есть самый сервис, сервис класса «Лакшки», так сказать. На самом деле это масштабный, грандиозный проект, и очень много есть что посмотреть, 88 гектаров, вы побываете как и в Москве, так и в Петербурге, то есть по Стив-парк, вы побываете в Екатерининских залах и в музеях, то есть копии каких-то памятников, но это надо видеть, это столько эмоций, ну да, здесь эмоции и восхищение. Есть чем удивить, в общем-то. Павел, мы знаем, что вы сотрудничаете плотно с управлением образования, в чем сотрудничество ваше заключается? Сотрудничество заключается в том, что управление образованием у нас в рамках проекта «Образовательные структуры» и в рамках всего этого проекта «Детей отдыха» у нас дети получают знания китайского языка, находясь в парке, и каждый день проводится для них гимнастика в китайском стиле, мастер-классы в китайском стиле, то есть кухня Китая и ежедневно уроки китайского языка. Это большой плюс, дети как-то смотрят, они это видят, как все происходит, опытные педагоги, и им это интересно. Ян, наверное, сейчас каждый телезритель, смотрящий сегодняшнюю программу, задает вопрос, как оформить путевку и какое количество групп, ну, как группу сформировать, какое минимальное количество в группе должно быть? Минимальное количество в группе 10 человек, представитель от группы, которая набирает группу 10 человек, едет бесплатно, в счет китайской компании. То есть Китай очень заинтересован, чтобы русские отдыхали на территории своего парка, я еще раз повторю, что это огромный мега-проект, парк, который уже распахнул свои двери и будет в этом году работать на полную мощь. И приятный сюрприз, возможно, в этом году будет открытие рядового дворца, рядового парка 200 тысяч квадратных метров. А также большой аквапарк площадью 80 тысяч квадратных метров, который открыл тоже двери в прошлом году с искусственным морем, там можно внутри загорать, очень много горок, песчаных пляжей, ну, это надо видеть. Мы убедились в том, что парк преследует не только цели развлечений, но и преследуют такие цели, как языкового характера, национального характера, обмена культурами России и Китая, вот что еще есть такого интересного, есть ли подобные программы у нас в России культурного обмена, обмена, не знаю, с сибирскими ребятами, с китайскими ребятами? Ну да, у нас в этом году достигнуто соглашение, что наши студенты по линии СПО, то есть среднее профобразование, будут проходить международную практику на территории этого парка, то есть обслуживать высоких гостей, первые лица КНР, тем самым получая опыт на международной арене и обслуживая, то есть и увеличивая свою квалификацию, вот. Профессии востребованы, то есть это кондитера, повара, официанты, вот, мотордотели, обслуживание сервиса гостиничного характера, Ильяс, то есть переводчики, которые, ну, учителя русского, да, учителя русского языка, художники, то есть студенты по художественному направлению, опять, очень любят смотреть, как наши рисуют или раскрашивают, что круто. Здорово, это, то есть, знаешь, Ваня, не просто съездить, отдохнуть летом, это, во-первых, съездить, отдохнуть за границу, во-вторых, оккультуриться, да, и посмотреть, что-то новое. Языка, да, ну, с учетом тем, что ребята у нас были Австралия, Испания, Хорватия, Белоруссия, Украина, Россия, вот, то есть они там еще, как между собой, все коннектились неплохо. Международный коннект. Международный, да, круто. Приезжайте в парк, посмотрите своими глазами какой-то громадный проект китайский, который находится на внутренней Монголии. То есть в гостях был Павел Запорожский, представитель корпорации Порт в Иркутской области. Если вы, уважаемые телезрители, пришли в восторг от грандиозности увиденного и услышанного, и желаете посетить это чудо-место, то звоните к нам в редакцию, мы с удовольствием с вами поделимся контактами координатора этого проекта. Какой итог нашей сегодняшней беседы? Оказывается, что сегодняшний летний отдых в Китае стал очень замечательной альтернативой загородным детским лагерям. И сейчас самое время подумать о том, где будут отдыхать ваши чадо, ваши детки. Ну, это верно. Ну, а где мы, взрослые, будем отдыхать этим летом? Вариантов масса. Байкал. 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 Ну, или Байкал. Ну, а если честно, знаешь, я бы хотела съездить на машине до Сочи туда и обратно. Слушай, это... Я дорогу хорошо переношу. Какое-то драматичное. Ну, классно же. Прикольно. Я бы тоже загорел с такой идеей. Всю Россию практически. Это сколько придется ехать, посчитать? Ну, до Москвы. Шесть тысяч километров почти. Ух. Больше пяти с половиной точно. Можно останавливаться, кстати, в разных городах. Ну, да. Ой, это вообще здорово. Ян, слушай, ну, я про тебя уже понял, где ты будешь отдыхать. Вот я, наверное, на Байкале. Традиционно, любимое место, самое замечательное. Еще бы я съездил в Тафаварию, где тоже расположены западные Саяны, там, неимоверная красотища, которую не тронула еще человеческая рука. Я веду фотографии. Вот, поэтому я отправился бы в Тафаварию. Да, но Байкал отдыхать, все-таки мы сибиряки, это чудо природы рядом, и, конечно, излюбленное место, и самое главное, его сохранять в целости, сохранности, не мусорить, там, это, наверное, может быть, избитая примитивная фраза, но, тем не менее, она всегда остается актуальной. В общем, друзья, готовьтесь к лету заранее. Оно такое короткое, что не стоит тратить свое драгоценное время в июне в поисках совершенного отдыха, потому что иначе вам просто не хватит времени для того, чтобы найти подходящее для вас направление. В общем, всем апрельского хорошего настроения, мы с вами прощаемся, в эфире была программа «Новый день». Всем до скорого. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok